приветствую всех товарищи коммунисты и мы продолжаем стеки так величию да вы можете удивиться но я решил ли стартануть потому что я опять провел тесты и понял что выжить за социалистов тут очень тяжело за консерваторов мы величия с консерваторами не сможем добиться например сильных научных порыв мы не добьемся мы не успеем дойти до о газ а у меня довольно большие цели а вместе с тем если мы внедрим политику сиопини главное без сиопини главное именно реформы сиопини точнее не сиопини куда сиопини джо вот джо сиопини без него именно неважно какого цвета ложка введение частного предпринимательства но под надзором государства разумеется государство не будет уменьшаться вот что я такой гос соц гос мон кап какой-то государственный капитализм или сделать соц социализм с элементами рынка только уже более подконтрольные более нормальными методами а не как делал горбачев вот вот из-за этого у меня такой такая цель внедрить рыночные реформы но разумеется сиопини мы к власти не приведем и мы будем его давить потому что реформаторы при сиопини начнут яростно подниматься в поддержке реформатора будет становиться все больше и больше но мы будем их давить давить умеренными и попытаемся внедрить вот почему я буду идти точно именно не по генам именно генетические модификации растения ну вот это конечно хорошо урожает все хорошо но я буду идти именно по производству китайский о газ вот в единую сеть попытаться это внедрить да конечно я понимаю что реформаторы звери пенятся но если мы их удержим на нормальном состоянии поддерживаем например товарищи левардикалов например как вариант как вариант мы можем просто взять взять и поддержать левардикалов они то думаю могут нас поддержать в партии фигу поймешь может будет их поддержать это как вариант я не знаю ну или удержаться как обычно на умерионистах так как наш товарищ он умеренный он не является левардикалом он умеренный если и мы умеренных поддержим, и не дадим реформаторам разрастись вместе с консерваторами или радикалами, возможно, у нас будет шанс продавить все-таки политику по экономике. Вот, например, государственные планируем... Вот это вот. Во. Внедрить автоматизацию. Автоматизацию. Политику на автоматизацию. Вот. Вот. И главное, чтобы никто не стал сопротивляться нашим политике, нашей политике. А для этого нужна сильная экономика. Пытаться успеть это сделать и вступить в Альянска СССР. Вот, чисто обход. И еще у нас будет шанс. Я хочу именно сделать такой супер прям комбо. Я хочу протянуть социалистические режимы или хотя бы социал-демократические режимы от Сирии до Вьетнама. Чтобы вся вот эта вот, вся вот эти вот страны, кроме нейтральных, авторитарных стран, которые вообще ни с кем не контачат, взять их под свое влияние именно. Увеличить свое влияние и взять их под свой контроль. Сделать их союзниками своими и торговцами. Лишить США Японии, разумеется. Лишить США в Японии Филиппин. И тем самым потом же еще возможно развязать даже войну с Кореей. С Южной Кореей. Надавить на нее. А потом вообще можно будет даже напасть на нее. Сделать военную кампанию и уничтожить Южную Республику Корею. Чтобы вся Азия превратилась в одну красную... В одну социалистическую... В один социалистический блок. Тем самым мы возможно даже уничтожим Соединенные Штаты на корню. Так как даже при поддержке западных союзников они хрен что сделают. Вот такие вот у меня космополитичные планы на завоевание всей Азии красными. Буду надеяться, что у меня получится. А сейчас я именно дойду до момента, где появится именно ивент с черной. Неважно какого цвета кошка. Как только этот ивент понаявится, я вернусь. Так, я вернулся. Простите, что сейчас музыки нету. Скоро она появится. Просто сейчас такой вот неудачный момент. У меня кошка выскочила. Именно так неожиданно ебамсь. У меня моя музыку забыл включить. Ваше желание продолжать консервативную политику, совершенно несоответствующая уменьшающейся силе ваших сторонников, привело в итоге к масштабному недовольству реформаторского крыла КПК, поддерживаемого умеренными. Они хотят вашего отстранения от власти и требуют начала обширных рыночных реформ с привлечением иностранных инвестиций и выходом Китая на мировой рынок. Аргументирую это тем, что экономика должна превалировать. Превалировать над идеологией. Конечно, это по правде полный бред, потому что политика и сама идеология выходят из экономических отношений. Социализм так таковой это и есть именно. Он связан с экономикой, с устройством экономики. С главным составляющим, средствами производства. И если ты начинаешь раздавать их в частном РУ, уже вводить частную собственность уже будет у тебя в реальном государстве. Как сказать. Вводить рыночную экономику, именно ГОС, Монкап, это уже будет не социализм, нифига. И даже если там будешь именно... И никакая идеология тебя не спасет. Даже если у тебя у власти будет КПК, у тебя в стране будет тотальный именно ГОС, Монкап, государственный капитализм. Это не социализм. Это можно назвать, например, попыткой построить что-то вроде шведской модели. Но как мы видим, с победой националистов уже. Националисты победили в Швеции. Точнее, они уже почти большинство стали второй по популярности партии в стране. И это доказывает, что ни хрена там... Ну, это не очень хороший выбор именно пути государства. Но в этой игре у нас такая вот ситуация, что у меня нет выбора. Только введя какие-то частные инициативы, мы сможем получить достаточно денег, чтобы закупить СССР. Именно подкупить его, чтобы он нас в альянс взял. Как только мы в альянс попадем, нам будет гораздо легче. Именно это вам на нынешнем пленуме ЦК КПСС говорит их лидер Дэн Сиопин, с которым соглашаются большинство присутствующих. Нужно что-то делать, если вы не хотите лишиться власти. Согласиться с их требованием в обмен на удержание власти. На нынешнем пленуме ЦК КПК при вашей поддержке, почти всеобщем одобрении, и многочисленные консерваторы почти не оказывали сопротивления. Было объявлено о начале рыночных реформ, была утверждена политика реформы открытости, подразумевающая выход Китая на мировой рынок и перестройку экономики на рыночных принципах. Хуага Фэн все же сумел удержать власть, благодаря тому, что ранее не высказывался очевидным образом против реформы, и вовремя перешел на сторону реформаторов. Однако, сможет ли он дальше ее удерживать в ходе реформ? Так, все, отлично, сразу сохраняемся. Сохранку. Сохраняемся. Отлично. Отлично, и теперь надо сразу же быстренько бить по реформаторам. Сейчас пройдут первые реформы, вот. Реформа открытости начала. После объявления курса на рыночные реформы, наши экономисты разработали план первых реформ и, наконец, представили его, чтобы руководство КПК могли его утвердить. Он включает в себя расширение прав отдельных кост-предприятий, внедрение различных методов их работы и поощрение мелкоучастного и кооперативного предпринимательства. Но мы знаем, к чему приводят кооперативы. Это, например, СССР было. Назад пути нет. Вы что, догматик? Так, можем вас в еще одну банду записать, если вы против. Неважно, какого цвета кошка, даже если она собака. Да, тут нам выбора уже нет. Начал реформу и все. Если нет, то нас просто выкинут. Было принято решение о снижении роли центрального управления в управлении госпредприятиями, поощрение местной инициативы на них, активное внедрение рыночных методов хозяйствования и расширение прав частных и кооперативных предприятий. Недовольство подобной политикой пришло откуда не ждали. Албани Энрад Ходжи резко раскритиковал нашу политику за ревизионизм и отход от марксизма, оборвав все связи с нами. Что ж, хочет сидеть в изоляции, его право. Ну, по правде, мы скоро все равно получим Албанию себе в союзнике. Скоро. Так, сейчас у нас пойдут прям денюжки пойдут. Давайте сразу, давайте, СССР уже поддержку вышло хоть чуть-чуть, а то надо хоть потихоньку его подкупать надо, подкупать потихоньку. Надо 25 накопить где-то. А вот реформизм, Иракская революция, левые организации. Мы можем демократов поддержать, но нет. Мы поддерживаем левые организации. Мы сумели наладить контакт с НПИ и другими, менее крупными коммунистическими, маистскими или левонационалистическими организациями, договорившись о поддержке с нашей стороны. Первый шаг сделан, а так надо не забывать периодически отправлять им новую помощь. Разумеется, сразу отправляем им помощь, потому что нам нужен Иран. Если мы сможем завладеть Ираном, то не будет войны с оставшимися братками. Вообще, честно говоря, я хочу торговать с Вьетнамом, вот чего очень хочется. Подожди, у нас с экономикой что? Блин, экономика растет медленно. Я думал, мы успеем к этому времени экономику развить. Проблема гибна. Блин, подожди, что-то слишком это быстро. Я, кажется, я предполагал, что будет чуть позже. Кажись, это последствия этой политики. Так, ладно, теперь давай Юг, сразу берем Юг. Кого мы ставим в Юг? У Юга я хочу поставить лево-радикала Ван Дусин. Ван Дусин. Хотя, честно говоря, я бы из МИДа убрал бы Ван Дусин и поставил бы его во главе МИДа. Давайте Ван Дусина. Ван Дусина поближе, а Лисяняня на Юг. А кого еще лево-радикала? Ван Дусин поставили. Кого еще? Джен Юнь. О, давай, ты пойдешь на Юг. Уже, а, он уже назначен, Ван Дусин. Подожди, кто ты? Джен Ли, Прагматик и Триган. А кто он? Подожди секунду, где Дженси Лянь? Дженси Лянь. Дженси Лянь уже тут. Тогда на Юг кого? Можно будет все-таки Лисяняня поставить? На Юг. Ладно, давай подумаем. Ну, блин, надо посмотреть, главное, аккуратно, потому что я хочу все-таки лево-радикалов продвигать. Надо лево-радикалов, ну, УД, например. Поставим на Юг УД. УД ставим на Юг. Пускай будет на Юге. Хотя, честно говоря, надо в столицу его ставить. Блин, не, надо его в столицу поставить. Подожди. Сейчас партия нас, конечно, загрызет, но я сейчас поставлю его УД. Где УД? Товарищ УД, я тебя ставлю в столицу нафиг. В столицу. А Юг передам я другому. Лисяняня. Где Лисяняня? Где Лисяняня? Лисяняня, вот Лисяняня. Юг. Юг передам Лисяняню. И УД. УД нас что-то мало поддерживает. Ты что, охренел? Поддерживай. Люби меня. Люби меня. Поддержать. Давай, УД. Поднимайся. Подожди, а где УД? Неужели он так бомбанул? Где, где, где УД? Где УД? Вот УД. О, наконец-то, влиятельный. УД уже влиятельный. Отлично. Чуть-чуть денег ему выдам. Так, чтобы обеспечить его полную лояльность. Отлично. Теперь имеем мы влиятельного лево-ротикала, который, если что... Ой, блин, меня партия не любит. Ой, бля. Ой, блин, меня партия не любит. Ой, 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 ой. Кто сдох? Север. Так, ладно, надо Ван Джейн. Ван Джейн сдох? Не, Ван Джейн. Ну, давай Ван Джейн поставим на север. Север, Ван Джейн на север. Блин, чё-то мне Ван Дусина придётся убрать чё-то. Партия меня не любит. Партия меня так прям вообще не любит. Апрельская революция. Парчам. Парчам и давай поддержку ещё Ирану. Так. Давайте переработку. Блин, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо убирать его. Надо убирать Ван Дусина и ставить кого-то другого. Только вот кого? Кого ставить? Кого, кого, кого? Кто у нас такой подходящий, чтобы попасть в Луфанг? Луфанг. Ты кто у нас вообще Луфанг? Прагматик. Самодур. Прагматик Самодур. Блин, чё-то мне это не нравится. Вот чё-то мне это не нравится. Чё-то я плохо всё расставил, ей-богу. Ван Дусин. Ну, давай Ван Джейн поставим, а? В мид Ван Джейн, а север отдадим вот этому. Вот прагматику Луфанг. Давай на север. Иди на север, Луфанг. Давай реформаторы, ставьтесь. Блин, нет, они всё равно меня ненавидят. Ёшкин кот, да за что? За что меня так ненавидите? Ебогу, чё меня партия так не любит? Реформа открытости. Открыть СС. О, а в рамках политики реформы открытости в соответствии с заявленным курсом нам необходимо заняться привлечением иностранных инвестиций. Реформаторы предлагают создать на побережье несколько специальных экономических зон с налоговыми льготами и минимумом государственного контроля. И прочими послаблениями для иностранных инвесторов. И конечно арабским населением, которое будет платить там сущие гроши. Где они могли бы строить свои предприятия, вкладываться в совместные проекты. Впрочем, более радикальные деятели предлагают помимо создания СС полностью открыть экономику для иностранных инвестиций путем создания системы совместных предприятий, при которых иностранные смогут вкладываться в наши государственные предприятия в обмен на часть прибыли. Большая прибыльность второго варианта очевидна, однако умеренные и даже некоторые реформаторы критикуют их за посмешность. А мало-то такого в гробу перевернется, это точно. СС было заявлено о постепенном открытии некоторых городов на побережье для зарубежных инвестиций. Специальные экономические зоны вскоре будут открыты в Шэнчуне, Чжухае, Шаньтоу, в провинции Гуандун и в Сямыне. А также вся провинция Хайнань будет превращена в специальную экономическую зону. США и страны Западной Европы еще приветствовали это решение, так и главы крупных западных компаний. Что у нас с экономикой? Она почти побафнулась, она почти пробафнулась, отлично. Тихо, надо только аккуратно следить, чтобы мы чуть-чуть не просрали ни хрена. Подожди, что у нас вообще с экономикой? Так, ладно, давайте-ка я в экономику загляну, пора уже экономику качать. Во-первых, ну пока что так все нормально с реформаторами. Давай армию пока качаем, уже надо ее качать. Хотя и надо не забывать и про экономику, честно говоря. Восемь давай ставим так. Ставим вот сюда, чуть-чуть денег вложим. И вложим денюжки в науку. Блин, чего ж меня так партия-то не любит? Мне надо что ли конвертики им подчерять? Политик, кто сдох? На севере опять кто-то сдох. Блин, УД, товарищ УД, мне кажется мне придется тебя убрать нафиг из столицы. Вот ей богу убрать. Ладно, 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 УД, УД, товарищ УД, я тебя переназначаю. Где УД? Где УД? УД, 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 УД. Вот, УД. УД, давай-ка я тебя на север переназначу, ей богу. А в столицу поставлю Лесяняня. Где Лесянянь? Лесянянь. А нет, Лесянянь на севере. Ну, кого поставим Прагматик Хуахуа Хуахуа там сидит Кого еще можно будет поставить Умеренный, ученый, робкий Мирный, мягкий Твердый, умеренный Прагматик мирный Ван Юнь Но я не буду его поддерживать Ван Джейн Ван Джейн, кажется, его Выперли из политики, давай его в столицу Давай Ван Джейн В столицу, блин Что-то мне сейчас достижения кинут, блин, за то, что я тварю Вот ей-богу кинут Блин, да что, что меня так партия-то не любит Нихрена, почему Наш старый партизан Ну, партизан, понятно, его надо убить Подождите, что у нас творится вообще Почему меня так не любят Мне надо убрать, что ли, лево-радикала Нахрен этого Блин, пенинь, блин Ё-моё, меня А, нет, Сяпин меня любит-то Или Сяпин-то меня любит, Ван Дусин Ё-моё, блин, мне надо душить этих Блин, Ван Дусин, ты чё такой влиятельный Ядрит Так вот, почему меня так ненавидят Север Блин, Ван Цзинь, робкий Давай-ка я тебя, блять, Север назначу Ей-богу, лучше уж ты будешь Блин, пожалуйста, хватит, хватит Партийцы, я убрал всех лево-радикалов Успокойтесь, всё, 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 всё Проширение СЭП Не вмешиваться Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сейчас меня партия загрызёт Ой-ёй-ёй, как она меня загрызёт сейчас Так, придётся возвращать конвертики Возвращаем конвертики Сейчас коррупция начнёт расти благодаря конвертикам Но мне нужна поддержка партийцев Хоть какая-то Да что ж вы сдохнете-то все Север столицы Да что ж вы сдохнете-то, блин Лися-нянь Лися-нянь, Лися-нянь Джен-лин Блин, Джен-лин Давай, Джен-ли Джен-лин Продвигайся, Джен-ли Не давай, я тебя назначу на север Иди в север, Джен-лин Реформаторы, вперёд Давай, 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 любите меня Жёлтый Скорпион Поддержим умеренных реформаторов Товарищ председатель срочной новости социалистического Алжира После неожиданной и быстро протекающей болезни Скоропостижно скончался второй президент Андера Хуари Бендиен Которого в народе за скрытность и хитрость Именовали Жёлтым Скорпионом За почти полтора десятилетия своего правления Бундемен сделал отсталый французской колонии индустриального гиганта Африки Теперь из-за отсутствия в стране института преемства в правящей партии фронте национального освобождения за власть борются три фракции Ортодоксальные сталинисты, возглавляемые Мухаммедом Салах Яньхуа Хуи Которого Раяна поддерживают ворсоюзы и которые против союза с ревизионистом СССР Умеренные реформаторы с лидером Шадлин Бенджидом Выступающим за сохранение дружеских отношений СССР, но за внедрение некоторых рыночных реформ и либералы Симпатизирующие прозападному министру иностранных дел Абделю Азизу Бутифлику Если мы поддержим одну из группировок, то вероятно сможем расширить наше влияние на африканские страны Однако, стоит ли этого делать? Поддержим умеренных реформаторов на модернизацию социализма Мы поддержали Шадли Бенджидида и реформаторское крыло фронта национального освобождения В результате этого ряд наиболее активных сталинистов был арестован Оставшиеся же пришлось проголосовать за Бенджидида А прозападный либерал Бутифлик был снят с должности министра национальных дел И передвинут на второстепенные роли Экстренный съезд ФНО назначил Бенджидида генеральным секретарем А Национальное народное собрание назначило его исполняющим обязанности президента Алжира Досрочные выборы назначены на 8 февраля 1979 года Впрочем, при однопартийной системе и без альтернативных выборах результаты известен заранее В стране готовятся полномасштабные реформы по поддержке единоличного крестьянства и малого предпринимательства Что поможет избавиться от излишнего влияния государственной экономики Что поможет избавиться от излишнего влияния государственной экономики Президент поблагодарил нас за поддержку и предложил нам выгодный торговый контракт А Советский Союз позитивно воспринял китайскую помощь Алжиру в отличие от США Ну, мне главное Алжир в Союзе Если что, мы потом можем их в Союз загинать К СССР Они же просоветские теперь Во-вторых, давай торговлю с тобой Договор с тобой Торговлю с тобой Торговлю еще с тобой Вот что еще я забыл Йемену я помочь не могу почему-то А с кем еще торговлю можно заключить, а? Нет, невозможно, мы не сможем что с Албанией сделать, как это не обидно С кем мы еще торгуем вообще? С кем еще можно поторговать? А? Поторговать Поторговать с кем еще можно? Тара-та-та Моисты уже сидят Моисты уже сидят тут С кем еще можно поторговать, а? Торговать с кем? С кем поторговать? С кем поторговать можно? Да больше не с кем, что ли? Все А, экономика уже 50 перевалилась в 50, нормально И поддержка партии потихоньку растёт. И, ой, и либералов нет, отлично, вот отлично, сейчас будет потихоньку поднимать, блядь, нет, либералов нет, фу-фу-фу-фу-фу. Реформа сельского хозяйства. Во время Большого скачка почти всё сельское хозяйство Китая было организовано в сельскохозяйственные коммуны, прославливавшиеся тотальным обуществлением инвентаря и личных вещей, первоначальными экспериментами с кустарной выплавкой стали и отвратительной производительностью. После реформы Джоуин-Элая коммуны были частью преобразованы, частью распущены, однако в изменённой варианте по-прежнему продолжает работу. Многие в КПК считают, что пора уже реформировать сельское хозяйство, однако единого мнения нет. Умеренные реформаторы предлагают внедрить системы семейного подряда, подразумевающие создание на селе семейного предпринимательства с обязательными госзакупками. Другая часть реформаторов предлагает ввести систему полноценного частного фермерства, придётся выделить начинающим предпринимателям кредита на необходимые закупки, однако реформаторы обещают, что эти затраты уже в кроссрочной перспективе окупятся целих вой, а часть партии предлагает вернуться к истокам, организовать систему коллективных хозяйств по советскому образцу, что позволит преодолеть технологическую осталость, ведь у Сталина уже получилось, правда, на необходимую механизацию нужны деньги. Хохоза, приток плана, вести семейный подряд, разумеется. Было решено распустить коммуны и распределить землю между независимыми семейными хозяйствами, которые обязаны будут продавать государству указанный объём урожая по фиксированным ценам. Это подстегнуло рост нашей экономики, способствовало увеличению продовольственных поставок, да и народу понравилось. Отлично. Так, доктрина у нас стоит теперь вообще народная демократия, не, не, птичья клетка. Вот, птичья клетка, а потом автоматизация. Вообще, целью у меня будет автоматизация, если кто-то не понял. Моей целью после этого мы, значит, пойдём двигаться сразу в сторону автоматизации. Хотя, честно говоря, мне очень не нравится, что у нас падает очень сильно спецслужбы. Деньги надо и в спецслужбы выделять, честно говоря. Прям очень. А то реально такое недовольство прям партийцев. Ой-ой-ой, партийцы. Офицерство. О, фу-фу-фу-фу-фу. Есть, есть, есть. Мы выжили. Мы выжили, товарищи. Выжили, выжили, выжили. Наука отлично. А, нет. Восьмидесятый только год. Только в восьмидесятом году сможем. Ну, давай переоснащать армию. Или что это? Что это даст? Окончательное восстановление от большого скачка. Ну, давай от большого скачка сделаем восстановление. Передать Вьетнам, преподать Вьетнамовый урок. В последнее время соседний Вьетнам все больше сближает с СССР. И это несмотря на нашу помощь ему в гражданской войне. В связи с этим все больше партийцев считают, что нужно преподать Вьетнаму урок. План, который уже некоторое время разрабатывали в ног, просто под предлогом периодически случавшихся стычек на границе объявим ему войну. Захватываем приграничные области, уничтожаем прибывающие части вьетнамской армии и по мере возможности продвигаемся вглубь страны. Такой удар вынудит их руководство серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНР и СССР. Впрочем, часть партийцев считает, что если наши отношения с Вьетнамом еще не настолько испорчены, то имеет смысл договориться с ним, урегулировав наши территориальные претензии и уговорив прекратить притеснение этнических китайцев во Вьетнаме. Однако можно и ничего не делать, ведь худой мир лучше доброй войны, ведь так? Они с нам договораться не будут по понятным причинам, мы ревизионисты в их глазах. Ну, ничего не делать, сейчас меня партийцы опять загрызут. Вам удалось утихомирить КПК, хоть и не без недовольства. Все идет как и было, а Вьетнам продолжает сближение с СССР. Так, торговать я с тобой могу? Да, торгуем с тобой. Отношения с тобой, еще и с тобой отношения восстановили. Отлично. Под влиянием Китая. Моисты сидят, моисты сидят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка я тебе чуть-чуть помогу. Чисто так. Формально. Так, опять... Что ж это с севера, я не знаю, это какая-то могила чиновников. У меня все, умирают и умирают, умирают и умирают чиновники. Как ко мне относятся? Да нормально относятся, слава богу. Мам, это не смешно. Мне нужны чиновники, чтобы поддержку партии поднимать. А, блин, дохнут. Так, о, прагматика, давай ты. О, мирненький. О, мирный это хорошо. Давай, мирный, в север. Где север? Куда? В столице север. Да, север. Иди в север тогда. Прагматик. Значит, денежки будешь давать больше. Давай, мне это только и нужно. Иракская революция. Ой-ой-ой. Пожалуйста, только скажите, что победили эти социалисты. Иначе я просто выброшусь в окно. Пожалуйста. Сколько там? Три раза им помог. Может, хватит? Весь прошлый год протесты сотрясали Ирана. Левые светские демократы и мусульманские организации различной степени радикализма словом и делом выступали против власти. Шаха организовал множественные стачки и забастовки. Ну и что же, завершилось. И кто же победил? Вот чёрт. Собаки. Ладно, рестартим. Нет, мне Иран нужен социалистический. К хренам мне ваш нейтралитет. Так, давайте, пора подводить итоги, можно так сказать, нашей кампании. Ой, ну, нашим реформам. Иракская революция, наконец-то, им удалось добиться своего. В январе шах вместе с семьёй бежал из страны, передав власть премьер-министру Шампуру Бахтияру, изумеренной оппозиции, который сам вскоре был свергнут рабочими протестами к власти при поддержке городских рабочих и частных военных на волне популярности обещания о создании специально-справедливого государства пришла левая коалиция из различных партий и движений. Вернувшись в Иран из ссылки Хомейни, вернувшись в Иран из ссылки Хомейни, пытался силами военных боевиков устроить восстание, но был быстро схвачен, а поддерживающие его движения разогнаны. Новая власть объявила о построении социализма с исламской спецификой от обычного, отличавшегося лишь мягкой религиозной политикой. Однако, похоже, первая задача сформированного революционного совета станет уничтожение исламской и демократической оппозиции, недовольной итогами революции. Отлично, социализм. Социализм, и они ещё и под нами. Отлично, получили ещё одного союзника, ещё сильнее надавали звездюлей этим ревизионистам-предателям. Разумеется, сразу делаем... Давайте сразу я музыку врублю. На-те. Ой, блин, подожди секунду, я что-то забыл. Сорян. Ой, я забыл. Вот, теперь нормально будет. А то уже подзабыл совсем. Вот, теперь нормально. Вот, музычка идёт теперь, наконец-таки. Во-вторых, давайте сохранимся. Наконец-таки у нас удалось... Ну, смотрите, идея, наш план фикс работает. Сиопианизм. Тихо, подожди, а что у нас с доктриной? Ой, блядь, реформаторов дохрена. Так, ладно, сразу поднимаем умеренных нахрен. Умеренных, умеренных. Что-то тут дохрена этих реформаторов. Ядрить, мадрить их дохрена. Давай давить этих реформаторов, блин. Мне не нужен сиопин у власти нахрен. Да, денюжки начинают уходить на поддержку. Но главное, денюжки тратить ещё и на Советский Союз. Надо всё-таки с Советским Союзом отношения восстанавливать. Так, во-вторых, так, ну, с партией мы и так отношения восстанавливаем. Надо теперь, по правде, деньги тратить на госпропаганду, чтобы народ уверовать, чтобы он уверовал в нас. Ну, а в остальном деньги копим. Копим деньги в остальном. Надо, по правде, потихоньку тратить деньги на поддержку умеренных. Экономический союз. Тут, что тут. Товарищ председатель, в связи со словосжившейся ситуацией на международной арене ряд партий предлагает организовать свою альтернативу Советскому экономическому альянсу СЭП и Европейскому ЕАЭС, чтобы продолжить политику расширения нашего влияния, углубить торгово-экономические связи между лояльными Пекину странами. Однако некоторые члены Политбюро считают, что этот шаг слишком поспешный. Радикальным и необдуманным. И предлагают отложить это дело до лучших времен. Хотя, возможно, лучшим вариантом будет забыть все раз при Советском Союзе и вступить в Совет экономической взаимопомощи. Проигнорировать предложение. У нас слишком плохие отношения с Советским Союзом, чтобы вообще что-то сделать. Нам придется сейчас деньги тратить, чтобы с ним отношения восстановить каким-то образом. Пока что нам главное отношения с ним пытаться восстановить каким-то образом. Мы ведь торгуем за всеми. Немецкая автономия в Казахстане. Нашим источникам Москве удалось получить интересную информацию. Комиссия в составе Андропова и Капитанова, Зимянина и Нурьева предложила предложение об образовании немецкой автономии в Казахской ССР, где проживает 940 тысяч немцев, высланных сюда в 30-40-е годы. Однако руководство республики выглазит с близким соратником Леонида Брежнева Динхухамедом Кунаевым выступает резко против этого. Насколько нам стало известно, они даже готовы организовать массовые беспорядки казахского населения в случае, если эта автономия будет создана. Кунаев один из изменений. Кунаев один из наиболее вероятных кандидатов на пост второго секретаря ЦК КПСС в случае изменения состава Советского руководства, а его антикитайские настроения секретом не являются. Имеет смысл воспользоваться ситуацией для его низвержения. Используют все условия для дискредитации Кунаева, как только в республиках начнутся беспорядки. 16 июля в городах Циноград, Кокча, Четав и Караганда начались массовые выступления казахского населения против предоставления немецкому меньшинству автономии. Демонстранты несли транспорты с надписями «Наша земля для всех едины и неделимы» и скандировали лозунги «Нет немецкому автономному району в Еремонтау». Спустя три дня после первого митинга на одной из окраинных площадей Цинограда со всех секретных окраинных улиц вновь собрались столбы, требуя ответа на вопрос, какая судьба ждет казахов на своей земле и что будет с автономией. Руководство и силовую структуру Казахской ССР негласно поддержали демонстрантов и не препятствовали распространению по общежитиям листовок с призывами выйти на митинг протеста. Мы, воспользуясь этим, официально передали голосности этот факт, обвинив Кунаева в неофашизме и нарушении ленинских принципов национальной политики. По линии МГБ был также слит компромат на большое количество лиц из его окружения. Ой, надо уже заканчивать. Подозреваемых в коррупции. 16 декабря в ходе рекордного короткого пленного ЦК КПК Казахстана, длившегося всего 18 минут, Джухамед Кунаев был снят с поста первого секретаря ЦК КПК Казахстана и отправлен на пенсию. На его место был избран от прислужа, присланный из Москвы второй секретарь ЦК КПК Грузии Геннадий Колбин. Теперь нам нужно каким-то образом вернуть наши спецслужбы, а то они как-то медленно растут. Они нам очень понадобятся скоро. В спасении утопающих после победы на индийских выборах 1970 года партия Джаната, представляющая из себя фактически конфедерацию различных партий от социалистов до национально-либералов, столкнулась с кучей трудностей. Первоначально объединенная стремлением отстранить от власти Индии Индуру, Ганди и Инг, теперь после прихода к власти Джаната страдает от удовольствий интриг, фактически парализовавших ее работу. Такими темпами на грядущих выборах в январе 1980 года неизбежно вновь победит Ганди, что поставит крест на достигнутых Джаната успехах в улучшении наших отношений с Индией. И если бы мы в свое время помогли оппозиции и имеем влияние, то могли бы помочь ей консолидироваться и удержать власть. Удачи им, хорошего настроения. В конечном итоге под давлением внутренних склок и интриг лидер Джаната Морджи Десай ушел в отставку с поста премьер-министра. Сменивший его Чаран Сингх, по всей видимости, продержится ровно до выборов 1980 года, после чего его вновь сменит Ганди. Нормализовать отношения с индусами, повстанцев на востоке, ну это все, ну все, отлично. Нет, мы не будем. Не наладили отношения. Ну все, мы такие отношения, главное, наладили. Так, давайте, что? Ну все, получается, надо заканчивать. Конец железного Юрика. Ой-ой-ой. Нам есть? О да, нам хватает денег. Ой. Можем, поможем, как главе КГБ уйти в мир иной. Спас, списав это на отказ почек. КГБ у СССР справится. Отлично. 10,5. Из-за этого победа будет за консерваторами УССР. Это отлично. Это просто отлично. По правде, мне надо сейчас срочно улучшать отношения, вообще тратить деньги на дип-миссии. Но это все уже мы будем делать в следующей серии. Буду надеяться, что вам понравилось. Простите меня, что музыки больше час времени не было. Я просто заигрался. Да и мне вообще сейчас хреново. Я болею. И, серьезно, у меня просто пипят какие танки именно. И мне прям так... Мне так хочется именно делать видеоролики. Больше видеороликов за... Чтобы отблагодарить вас за тот актив. За тот огромный актив, который вы проявляете на роликах по Кризису Кремле. Я просто, ну... Не знаю, что настолько вам нравятся подобные игры. Вот. Надо будет, правда, искать подобные игры Кризису Кремле. Может, еще что-нибудь такое найду. Если уж вам такое прям так нравится. Вот. Ой. Ну, как вы видите, у нас ситуация довольно-таки нормализовалась. У нас уровень жизни населения, смотрите, как быстро растет. Он уже почти 50. Из-за этого и народ практически не бунтует. Смотрите, и народ практически перестал бунтовать. Он перестал бунтовать. Либерализация на дне. Поддержка партии хорошая. Нам осталось только просто задобрить СССР. Как можно больше денег больше ему выслать. И уничтожить последнего железного Юрика. Чтобы Юрий Андропов не пришел к власти и не начал... Ну, понятно, что. Не начал свои реформы. Потому что он будет продвигать реформаторов. А реформаторы это очень плохо для нас. Нам нужно, чтобы СССР продолжил оставаться в состоянии застоя. Ну, и, разумеется, надо будет деньги... Во-первых. Во-вторых, надо будет уже деньги выделять на... Вы понимаете, на что? Это на развитие капитализации. Мы все-таки должны капитализацией двигаться. А то что-то мы долго сидим на месте. Надо быстрее изучать технологии и все остальное. Чтобы наши спецслужбы увеличивались. И вы развитеся, становитесь сильнее. Вот. Ну, и много чего другого. Но главное, победа пока что за нами. Это радует. Пока что мы держимся. Но все равно ситуация очень шаткая. Вот что самое неприятное. Ситуация очень и очень шаткая. И это меня прям не радует. Прям очень сильно не радует. Заглядывайте в описание. Там будет ссылочка на мой Дискорд-сервер. Или на Дискорд-сервер по Доки Доки. Буду рад вас там видеть. Бишите комментарии с предложениями игр. Новых игр. Как вы понимаете. Вот, например, то же самое новое прохождение за Горбачева. Которое я все-таки попытаюсь продолжить. Конечно, там пипец как все тяжело. Реально, друзья. И кто вообще до сюда досмотрит. Дайте подсказочки. Там может еще какие-нибудь подсказочки. Как победить. Я просто не знаю. Я уже тысячу раз пробовал. Но у меня просто не получается дожить до 91-го года. И довести уровень свободы до максимального уровня. Там нужно максимальный уровень свободы сделать. Чтобы получить концовку Горбача. Но у меня просто не получается. Я разваливаюсь. Если там кто-то есть еще. Может дадите подсказки. Я не знаю просто каким образом тут победить. Моя старая тактика, которой я придерживался. Именно уже не работает. Скорее всего, какая-то обнова может вышла. И теперь мне просто не получается победить. Буду рад услышать. Ой, боже. Так, ладно. И не забывайте жать на колбочку. Подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете. И пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok